Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире новости на канале Таджикского телевидения, в студии Лугубек Салембек Заде. И к основным новостям к этому часу. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, председатель Ассоциации таджиков и персоязычных народов мира, уважаемый Мали Рахмон, выступил на состоящейся в Лондоне, Великобритании, видеоконференции, посвященной памяти бывшего президента Исламской Республики Афганистан Бурхонидина Рабани. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Мали Рахмон, с теплотой отозвался о Бурхонидине Рабани как о сильной, толерантной, гуманной, дальновидной личности, опытной политике в Исламской Республике Афганистан и за ее пределами. Расценил его роль как важную в последовательных устремлениях во имя установления мира и спокойствия в регионе и Афганистане. По утверждениям главы государства, уважаемого Мали Рахмона, годы президентства профессора Рабани считаются одним из тяжелейших периодов в современной истории Афганистана. В течение 50 лет он находился в центре политических, социальных и интеллектуальных процессов в своей стране. В своей речи лидер нации, уважаемый Мали Рахмон, подчеркнул, что Рабани в качестве известного политика внес вклад в мирный процесс таджиков, напомнив о многих культурных и исторических общностях двух приграничных стран. Глава государства, уважаемый Мали Рахмон, заявил, что правительство Республики Таджикистан всегда находилось с правительством и народом Исламской Республики Афганистан и в дальнейшем будет поддерживать миролюбивую политику этой дружественной и братской страны. Таджикистан является сторонником установления мира и фундаментального экономического развития Афганистана с тем, как было подчеркнуто, чтобы весь народ этой древней страны жил в атмосфере мира и стабильности, счастья и благополучия. Лидер нации, уважаемый Мали Рахмон, выразил уверенность, что славный народ Афганистана, давший таких выдающихся личностей, как профессор Рабани, может взять в свои руки судьбу и, будучи имеющие древнюю историю своей земли, прилагать последовательные усилия во имя достижения всемирной безопасности, устойчивого мира, стабильности и благоустройства в своей стране. Сегодня председатель Маджлиса Мили Маджлиса Оли Республики Таджикистан, председатель города Душамбе, уважаемый Рустамим Мали, принял парламентарскую делегацию Оли Маджлиса Республики Узбекистан во главе с заместителем председателя законодательной палаты Оли Маджлиса этой страны Улухбеком Инаятовым. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив сотрудничества между республиками Таджикистан и Узбекистан. Как было отмечено в последние годы, благодаря политической воле руководителей двух государств, основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Оли Рахмона, и президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мерзеева, все больше укрепляются связи между республиками Таджикистан и Узбекистан, которые осваивают новые горизонты. Участники встречи уделили особое внимание вопросу развития и расширения сотрудничества во многих сферах, в частности в парламентаризме. На встрече было подчеркнуто, что в области парламентаризма приоритетные направления сотрудничества весьма широки, и в частности они охватывают политические, экономические, социальные, гуманитарные и другие сферы. Было отмечено, что возрастает внимание предпринимателей двух государств к интеграции и расширению взаимовыгодного практического сотрудничества во всех отраслях экономики. В связи с этим, в первую очередь, необходимо наладить механизм практической деятельности групп дружбы и парламентарского сотрудничества. Участники встречи отметили, что мобилизуют все имеющиеся возможности и ресурсы для наполнения межпарламентского сотрудничества новым содержанием, что является требованием современности. Встреча прошла в атмосфере полного и конструктивного взаимопонимания. Сегодня председатель Мадиси-Намандагон Мадиси-Оли Республики Таджикистан Маматоир Зокерзода встретился с заместителем председателя законодательной палаты Оли Мадиси-Республики Узбекистан и одновременно с руководителем группы дружбы парламента Узбекистана и Мадиси-Намандагон Улухбека Минуэтовым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран, выразили удовлетворение встречи и возможностью обсудить двусторонние отношения. Маматоир Зокерзода выразил удовлетворение добрыми намерениями по поддержке инициатив друг друга на международной арене и выполнением ранее подписанных соглашений. Было подчеркнуто, что необходимо продолжать эти добрые традиции, поскольку Таджикистан и Узбекистан обладают огромным потенциалом для активизации взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. Было отмечено, что в рамках встреч с президентами двух стран было подписано более 50 новых документов в Душамбе и Ташкенте. Это признак того, что стороны работают над укреплением двусторонних отношений. В этих документах отражаются древние чаяния и воля наших братских народов. В связи с этим открываются широкие возможности для полноценной реализации торгово-экономических, транспортных и коммуникационных отношений между государствами, укрепления культурных и гуманитарных обменов. Сегодня можно отчетливо наблюдать, как работают достигнутые договоренности. Обе стороны отменили визы на срок до 30 дней и углубили торгово-экономическое сотрудничество. Было отмечено, что в контексте развития взаимовыгодного многогранного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном отношение между парламентами также будет наполнено новым содержанием. Стороны также обсудили широкий круг вопросов, касающийся расширения торгово-экономического сотрудничества, политического диалога, широких межпарламентских связей между двумя странами. Сегодня председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Худой Рзуда Бахтер «Товар» принял группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ под руководством заведующего отдела Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ Анисимовой Юлии Владимировны и руководителя штаба миссии наблюдателей от исполнительного комитета СНГ Евгения Казяка, прибывавших в Душанбей для проведения мониторинга и наблюдения за выборами президента Республики Таджикистан, намеченного на 11 октября 2020 года. В начале беседы председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан приветствовал гостей и выразил признательность за принятие приглашения участвовать в процессе наблюдения за выборами президента Республики Таджикистан. И кратко, известил гостей о проделанной работе по подготовке и проведению выборов. Гости также, в свою очередь, выразили признательность за приглашение и отметили, что имеет добрые воспоминания о предыдущих выборах, прошедших в Таджикистане. Также выразили надежду о том, что предстоящие выборы президента Республики Таджикистан будут проходить на высоком организационном и политическом уровне. Следует отметить, что миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ и от Исполнительного комитета СНГ начали свою деятельность по долгосрочному наблюдению за выборами президента Республики Таджикистан. Аккредитация международных наблюдателей Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан продолжается. Здесь, в Душанбе, будет открыт и штаб миссии наблюдателей ЦНГ, и долгосрочные наблюдатели, которые частично уже прибыли и частично через какое-то время прибудут в Таджикистан. Мы приступим к долгосрочному наблюдению за ходом избирательной кампании. А уже накануне дня голосования, накануне 11 октября, прибудет основная группа краткосрочных наблюдателей. Состав, и численный, и качественный состав, наверное, еще рано говорить, то есть работа в этом направлении ведется, то есть из каких государств, от каких органов Содружества будут наблюдатели, но я думаю, что это будет достаточно представительная миссия. Завтра будет согласован вопрос о назначении главы миссии наблюдателей ЦНГ. В качестве предложения исполнительный комитет внес кандидатуру Сергея Николаевича Лебедева, председателя исполнительного комитета и исполнительного секретаря ЦНГ. Завтра вот эта кандидатура будет согласована. Что можно сказать о нашей миссии? Мы в Республике Таджикистан наблюдаем с 2005 года. То есть это уже восьмая избирательная кампания, в которой принимает участие миссия наблюдателей ЦНГ. А всего это уже 106-я избирательная кампания за всю историю миссии наблюдателей ЦНГ. И этот год он очень напряженный в части нашей работы, потому что большое количество выборов в государствах участников проходит. Параллельно практически идет избирательная кампания сейчас в Кыргызской республике, то есть и вот в Республике Таджикистан началась избирательная кампания в Республике Молдова. Мы тоже будем участвовать в этих избирательных кампаниях. По работе нашей миссии, как я сказал, долгосрочные наблюдатели уже приступили к работе. Мы планируем в ближайшее время провести ряд встреч. Первая встреча уже прошла сегодня в Центральной комиссии. Далее провести ряд встреч в органах государственной власти, Генеральной прокуратуры, Верховный суд, Министерство внутренних дел. Плюс провести встречи со штабами или с кандидатами, участвующими в избирательной кампании. Для того, чтобы получить от них информацию, которая в дальнейшем ляжет в основу нашего итогового заявления, наряду с той информацией, которую будут получать краткосрочные наблюдатели в процессе мониторинга. Краткосрочные и долгосрочные наблюдатели. Уважаемые телезрители, сегодня в 19.10 состоится показ пятой части фильма «Измена производства редакции художественных и документальных фильмов Государственного учреждения «Таджикфильм». Уважаемые телезрители, это была вся информация. Подготовлены к этому часу. Оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин